За счастьем мы идем к деньгам, за счастьем мы идем к известности, за счастьем мы идем к успеху, и мы пытаемся это достигать, но не становимся счастливыми, не становимся такими, какими мечтаем быть. И часто очень люди уже в последний период своей жизни, перед уходом в вечность, так называемый период мудрости, они это осознают и говорят об этом, но часто молодые люди не слушают. Я вот специально подобрал несколько высказываний известных людей незадолго перед уходом в вечность, например, вот основатель Apple Стив Джобс в последнее время во многих своих интервью, он часто сокрушался, что делял больше времени работе, а не семье и друзьям. И вот посмотрите, что сказал однажды Стив Джобс. Я достиг пика успеха в деловом мире, в глазах других моя жизнь является сущностью успеха, однако кроме работы у меня нет радости. В конце концов богатство это просто факт к жизни, к которому привык. В этот момент, когда я лежу в кровати больной и вспоминаю всю свою жизнь, я понимаю, что все признание и богатство, которые у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом неминуемой смерти. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем, что часы, которые стоят 30 долларов и часы, которые стоят 300, показывают одно и то же время. Будем ли мы носить с собой кошелек, который стоит 30 долларов или кошелек, который стоит 300 долларов, оба вмещают одинаковую сумму денег. Будем ли мы ездить на машине стоимостью 150 тысяч долларов или на машине стоимостью 30 тысяч долларов. Дорога и расстояние одинаковы, и мы достигаем того же места назначения. Ваше истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира. Надеюсь, вы понимаете, что когда у вас есть друзья или кто-то, с кем можно поговорить, то вот это настоящее счастье. Джобса считали очень жестким человеком. У него не было друзей, очень жесткий человек. И что? Человек достиг такого великого успеха. Вот он стал богатым и знамедитым. То, о чем мечтают. И что он говорит? А он говорит, что у меня мало радости, у меня мало счастья. Говорит, я сейчас только понял, что самое главное счастье – это иметь рядом близких людей, с которыми ты чувствуешь это единение, синхронность, вот эту настоящую любовь. Это дает нам счастье. А счастье, как мы говорили, приводит к благоприятной среде, к благоприятной атмосфере. Несчастные люди, запуганные люди, подавленные люди, угнетенные люди очень часто делают именно неправильный выбор, и неправильное решение. Другой очень известный и богатый человек – физик, космолог Стивен Хокинг. Тоже некоторое время назад ушел в вечность Стивен Хокинг. Вот тоже знаменитый ученый очень. И вот в одном из последних своих выступлений он такую вещь сказал. Если бы я мог вернуться в прошлое, я потратил больше бы времени на людей, а не на науку. Казалось бы, ну, Стивен, так именно наука и сделала тебя таким знаменитым. Именно наука сделала тебя таким богатым человеком, но несчастливым человеком. Вот почему этот человек, имеющий и деньги, и известность. Он словно говорит, да, его уже нет на земле. Он словно говорит из вечности. Если бы я снова прожил жизнь, я бы не на том поставил акценты. Но он прожил свою жизнь. Третий человек, которого я тоже хочу привести цитату, это нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман, тоже знаменитый, известнейший ученый, в одном из писем написал такую вещь, что он, послушайте, всю жизнь старался заработать больше денег и лучше жить. Но в конце концов понял, что самое важное – это любовь и отношения с другими людьми. Все эти три человека, и Джобс, и Хокинг, и Фейнман, все богатые, известные, знаменитые. И все, в принципе, в конце жизни говорили не о своих достижениях, не о количестве заработанных денег, не об успехах в науке, а говорили об отношениях, что если бы еще раз пройти этот путь, они по-другому бы поставили акценты, они бы больше времени, больше сил уделили именно отношениям, потому что это прежде всего делает нас счастливыми. Когда мы строим отношения, да, и в семье строим отношения, и с верующими строим отношения, на домашних группах строим отношения, с друзьями строим отношения, это трудно, это долго, да, почему люди склонны там зарабатывать, достигать успеха, ну, как-то вот это понятно, вот заработал, вот достиг, вот получил. А отношения, они требуют масса времени, они требуют масса вложений, и там все далеко не очевидно, не все получается. Кто-то может там тебя предать, кто-то может тебя оставить, и гарантий-то нет никаких. Опасно вкладываться в отношения. Вот люди и занимаются какой-то деятельностью, проще денег зарабатывать, да, чем с друзьями отношения устроить. Вот и попадают в эту карусель успешного успеха в этой беготне, которая не приносит счастья. Так, достижения есть? Счастья-то нет, счастья-то нет. Вот почему затравленные, несчастные люди. И другое, да, вот эта любовь, отношения, гармония. То, на что я убежден вот в это время, во время, когда так мало счастья вокруг, так мало счастья мы слышим, и каких-то хороших, радостных вещей, когда смотрим новости. Очень много, очень мало что-то хорошего, очень мало что-то позитивного, да. Как вот во всем этом ужасе остаться внутри, в гармонии, остаться в мире? Только через одно. Через людей, которые вокруг тебя. Через строительство отношений. Вот только так ты можешь быть счастлив. И вот эта любовь, да, когда любовь, даже вот эти врачи говорят, когда человек влюблен, влюбленный человек, у него так укрепляется иммунная система у любящего человека. Любовь, она словно вот создает внутри нашего организма, в том числе внутри нашего кишечника, настолько благоприятную среду, что это прекрасная возможность именно для хороших вещей, для хороших бактерий размножаться и производить свою деятельность в нас. С другой стороны, когда ты чувствуешь стресс, одиночество, ненужность, подавленность, очень легко в этой неблагоприятной атмосфере принимать безумные, глупые решения. Я вижу, как сегодня огромное количество людей в нашей стране, они находятся вот в такой атмосфере, да, какого-то вот задерганности, какой-то... Люди не живут, люди словно пытаются выжить, да, злобленность в семье, недопонимание, какие-то, какие-то эти склоки, безумные передачи, которые у нас показывают по телевидению, где полно вот этого негатива, полно ненависти. Я говорю, не просто там эти пропагандисты орут друг на друга, напоминаю, что в нашей церкви просмотр телевизора является грехом. Скажешь, я буду смотреть, иди в другие церкви, смотри, в нашей это грех, просмотр телевизора. И вот даже передачи, которые вроде бы там не о политической жизни, да, такие вот просто вот, все эти передачи, мужское, женское и прочее, да, насколько там вот масса негатива, скандалов, такое вот, выходят эти люди дерутся друг с другом, орут друг на друга, не могут ничего выяснить. Думаешь, какой ужас. И это показывает, для чего? Не только, чтобы нас поразвлечь. Это показывает, чтобы повлиять на людей. Показывает эти негативные примеры. Негативные примеры отношений без любви, семьи без любви. Когда родители ненавидят детей, детям матом посылают родителей, где там ненавидят все родственники друг к другу. И вот это вот такой комок, комок ненависти. Какие здравые решения, какие правильные выборы могут сделать эти люди? Никаких затравленные там, агрессивные, ненавидящие. мишень для патогенных бактерий, которые сегодня относятся в воздухе. Мишень для лжи, для тьмы, для зла. И одно из важнейших защит от этого сумасшествия, которое творится, от этой лжи, от этих фейк-ньюсов, которые сегодня везде. Вот как защитить себя? Всеми силами создавай вокруг себя эти правильные отношения любви. Если ты их уже создал, укрепляй эти отношения любви. В такое время, как нынешнее, это жизненно необходимо. И апостол Павел, он нам с вами показывает, что любовь она придает ценность всему. Без любви и вера бессмысленна, и жертва не нужна. Без любви и выбор, который мы в жизни делаем, как правило, неверный. А сейчас так важно, чтобы наши выводы, наши решения были правильными, были благословенными, были угодными Богу. субтитры создавал DimaTorzok